Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ростовской областей, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. Отдельное внимание уделить вопросам оказания психологической, социальной и медицинской помощи беженцам. Организовать сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предлагаю региональным отделениям парламентских политических партий, Общероссийскому народному фронту, профсоюзным и общественным организациям принять участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, временно размещенных на территории Волгоградской области. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Вечером 20 февраля на железнодорожный вокзал города Волгоградского прибыл первый поезд с эвакуированными жителями с территории Донбасса. В Волгоградскую область приехали 433 человека, из них 166 – это дети. К приему людей все было подготовлено заблаговременно. На перроне дежурили экстренные службы и волонтеры. Отметим, что наш регион уже имеет опыт приему беженцев. Работу оперативных служб на месте лично координировали представители аппарата губернатора Волгоградской области. Специально для телеканала «Волгоград-1» готовность региона к приему эвакуированных из ДНР и ЛНР прокомментировала заместитель губернатора Зина Османовна Мержоева. Все службы находятся сейчас на местах. Это медицинские службы, социальные службы, психологические службы, волонтеры. Волонтеры откликнулись настолько душой. Мы просили ребят, 60 человек сегодня приехать для оказания помощи, сопровождения. 130 ребят-волонтеров сегодня здесь вместе с нами. Весь необходимый транспорт подготовлен, организован. В том числе и специализированный транспорт для маломобильных групп, инвалидов-колясочников. Взаимодействие всех служб региональных, федеральных организовано в оперативном порядке. Все пункты временного размещения ждут наших граждан из ДНР и ЛНР. В этих пунктах организовано питание, все необходимое. Медицинские службы, психологи будут находиться и работать там же на местах. Мы готовы, понимаем, насколько люди находятся в стрессовой, тяжелой для себя ситуации. Поэтому губернаторам поставлена задача максимально оказать внимание, содействие, участие во всех вопросах, которые сегодня будут озвучены беженцами. И мы вместе с ними сегодня... Мы вместе с ними. На вокзал прибыла глава города Волжского Игорь Воронин. Работа проведена. Три пункта ПВР готовы и город Волжский примет 300 человек. Работали в течение двух дней. В субботу с целью готовили, поэтому все будет достойно. На вокзале дежурили специалисты регионального главка МЧС. В ходе подготовки к встрече беженцев из республик ДНР и ЛНР от управления было задействовано более 50 единиц техники и 300 человек личного состава. Спасатели встречали прибывших на станцию людей и провожали всех в пункты временного размещения. От министерства МЧС будет организовано психологическое сопровождение граждан, проживающих. Также организовано дежурство личного состава. Ну и основная задача – это обеспечение пожарной безопасности на объектах, где будут проживать граждане. Огромная ответственность ложится и на плечи психологов, в том числе и специалистов Центра медицины «Катастроф». Помощь оказывают и психологи Волжского Центра социального обслуживания населения. В их задачу входит работа в первую очередь с женщинами и детьми, пережившими большой стресс. В связи с тем, что люди, которые в данной ситуации оказываются в очень большом стрессе, в любом случае будут отслеживать этот самый стресс, также острые стрессовые реакции. Скажем так, есть маркеры, по которым специалисты психологи способны определить, что именно этому человеку нужно оказать психологическую помощь. И в некоторых случаях нужно именно подойти, потому что есть такие реакции, как ступор, к примеру. И в этом случае человек в любом случае не подойдет. В этом случае нам нужно будет обратить свое быстрое внимание на этот человек, который раскрыл эту реакцию и улучшает, провести работу с ним. Активную помощь эвакуированным оказали волонтеры. Они также помогали встречать беженцев, помогали с рассадкой по автобусам и в пунктах временного размещения. В общем, задействовано порядка около 60 волонтеров. Молодежь Куэнер задействована, 15 волонтеров. И на данный момент сейчас будем проходить. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с пассажирами, кто еще находился в вагоне. Люди отмечают доброжелательные и хорошие отношения принимающей стороны. Спокойно нас посадили провожающие вагоны. И мы приехали на Лихую, да, Нина? Сначала на Гуково. На Гуково, потом на Лихую. Пресекли границу. Пресекли границу. Значит, в поезде нас собрали документы наши, да? Ну да. И уже на Лихую и нас рассадили в эти хорошие теплые вагоны. Дали какое-то питание нам, да? Мы дали сухой паек, питание, воду, чай, да, гроша давали. Да, и мы вот в спокойной обстановке приехали сюда. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо российскому народу, правительству. Конечно, за то, что вот именно побеспокоились о нашем... А за то, что как встречали? Очень хорошо встречали, очень хорошо. Спасибо. И проводники, и волонтеры. И все было отлично на высшем уровне. Приехавшие поздно вечером из Донбасса люди прошли обязательное ПЦР-тестирование. При поступлении граждан сначала будет произведен осмотр врачами и забор экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. После этого будет произведена сортировка. При случае выявления людей с заболеваниями они будут направлены в соответствующие учреждения, которые для этого развернуты. На месте всю ночь работали медики и психологи. Особое внимание уделяется состоянию детей. Будем настраивать, располагать, чтобы дети не боялись. Основное, то есть наша задача – встретить деток и разместить с меньшими травмами и потерями психологическими. Ну и здоровье, естественно, будем оценивать, осматривать. Беженцы прошли процедуру регистрации и разместились в гостиницах города Волжского. Им было предоставлено горячее питание и предметы первой необходимости. Сотрудники социальной защиты приступили к выплате пособий по указу президента России Владимира Путина. Сейчас идут последние приготовления для того, чтобы людям было понятно, где они размещаются, как они будут зарегистрированы, чтобы они смогли и через службы социальной защиты получить те пособия, которые определены президентом Российской Федерации. И после регистрации люди тоже смогут их получить. Первым пунктом размещения стала гостиница «Ахтуба», где разместились свыше 200 человек. Персонал уже имеет опыт работы с беженцами. Прибывших людей разместили в комфортабельных номерах. В каждом номере есть санузел. Хочется им, чтобы было тепло, чтобы были постели, чайники, холодильники. Всё самое необходимое, что нужно людям в первую очередь. А всё остальное, уже все остальные потребности, уже со временем мы всё решаем, все вопросы их. Ну, в основном мы уже готовы, мы уже знаем, что это. Так что всё в номерах есть. Губернатор Андрей Бочаров лично проверил, как устроились первые беженцы из Луганской и Донецкой народных республик в подготовленных пунктах временного размещения. Глава Волгоградской области пообщался с эвакуированными людьми, которым из-за осложнения ситуации пришлось оставить свои дома, взяв с собой только самое необходимое. Валентина Конышева, Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Глава региона Андрей Бочаров проверил, как устроились первые беженцы, которые прибыли в экономию с территории Донбасса. Волгоградская область приняла у себя 433 человека, эвакуированных с территории ЛНР и ДНР. Более 200 беженцев разместили в гостиничном комплексе «Ахтуба» города Волжского. Андрей Бочаров лично пообщался с жителями Донбасса, которым пришлось оставить свои дома в связи со сложной обстановкой в республиках. Мы, Андрей Иванович, вчера очень оперативно всех прибывших по всем членам СВВН, в том числе в гостинице «Ахтуба» при помощи областной организации профсоюзов города Волжского администрации. «Размещено здесь сегодня по регистрационному учету 213 человек, из них 95 детей и двое детей до года, Андрей Иванович. Сейчас в зале, где у нас столовая, работают все службы, миграционная, социальная защита, пенсионный фонд и другие. Идет оформление заявлений, формирование документов». Пока мамы заняты оформлением документов и заявок, с детьми занимаются социальные работники. Психологи также продолжают свою работу. Очень важно оказать помощь и поддержку всем, кто оказался в стрессовой ситуации. Необходимую помощь особенно людям старшего возраста оказывают и волонтеры. Глава региона поинтересовался у прибывшей из луганской семьи терапат впечатлениями о приеме. «Мы в восторге. Да, я в восторге-то рада. Как вы нас встретили, я в этом плане. Конечно, от всего происходящего, то, что у нас происходит, мы с невлёгком и тяжёлом шоке. Но то, как нас встретили, у нас забывается всё, что происходит дома». Беженцы поблагодарили за поддержку, отметили, что чувствуют внимание и заботу. Солидарна со своими земляками Евгения Фёдоровна из посёлка Первомайского. «Спасибо, товарищи, благодарны. Всё организовано, всё хорошо. Настолько приняли нас хорошо. Так встретили, наверное, родственники так не встречают, как встретили бы. Спасибо большое. Кому написать, кому сказать, как ещё вас благодарить. Дай Бог вам здоровья всем, что вы так вот это всё организовали, и что вы так всё отнеслись, и жить хочется. Там, конечно, не хочется жить, а здесь, товарищи… Всё будет нормально. Скоро, я думаю, всё нормализуется. Ну, я тоже думаю. Терпели 8 лет. Ну, хотя бы всё решилось. Только бы не стреляли, только бы вот это всё закончилось, чтобы мы вернулись домой. И больше ничего не хочется, ребята. Всё можно пережить. Только не вот эти бомбёжки». Губернатор Волгоградской области отметил, что идёт тесная работа с суперштабом, который развернут в соседнем ростовском регионе. «Сейчас организован оперативный штаб России, с которым Волгоградская область работает в тесном взаимодействии. И на территорию Волгоградской области прибыла первая партия жителей Донецких и Луганских народных республик, в основе которой, конечно, дети и женщины. Сегодня все размещены в четырёх пунктах временного пребывания, полностью всем обеспечены. В течение трёх суток будет принято решение о дальнейшем размещении людей в муниципальных образованиях. Там мы планируем размещать либо в коллективных пунктах размещения, либо непосредственно в семьях. Очень большой запрос со стороны жителей Волгоградской области. Ещё раз хочу поблагодарить жителей Волгоградской области за такое неравнодушное, душевное отношение к людям. Напомним, что в Волгоградской области объявлен режим чрезвычайных ситуаций. У наших специалистов уже есть большой опыт и налаженный механизм по приёму беженцев с Донбасса 8 лет назад. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы аппарата губернатора в Волгоградской области. В Волгоградской области приняли более 400 человек, прибывших с первым поездом эвакуированных с территории Донбасса. Приехавшие поздно вечером беженцы прошли обязательное ПЦР-тестирование, процедуру регистрации и разместились в гостиницах города Волжский. Им было предоставлено горячее питание и предметы первой необходимости. С беженцами работают медики и психологи. Сотрудники социальной защиты приступили к выплате пособий по указу президента России. До окончания заселения на месте оставались представители администрации региона, помогая в решении организационных вопросов. За прошедшие сутки в Волгоградской области зафиксировали 1573 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 218 заболевших. Из стационаров выписали 1557 пациентов. 12 человек не справились с тяжелым течением болезни. С марта 2020 года в Волгоградской области коронавирусом заразились 175 906 человек. За все время пандемии в регионе жертвами опасного вируса стали 6245 пациентов. Перенесли COVID-19 137 371 жителей региона. В течение трех месяцев в Логино в центре проходили встречи горожан, увлеченных общей идеей сделать Волжске еще более красивым и уютным. Они объединили профессионалов и городских активистов, которые в онлайн-формате обсуждали креативные идеи благоустройства города, ознакомились с интересными практиками других населенных пунктов, адаптируя их для Волжского. И вот в день рождения основателя города Федора Георгиевича Логинова состоялось подведение итогов долгой работы. Идеи, предложенные гражданами и реализованные в графике профессиональными архитекторами, были представлены на суд зрителей. Вниманию волжан были предложены 25 новых креативных идей. На защиту работ собрались активисты инициативной группы «Волжские навигаторы», сотрудники отдела урбанистики администрации города, архитекторы, представители муниципальных учреждений, общественных организаций, предприниматели и студенты. В первом блоке «Город» для молодежи были представлены проекты, интересные в большей степени подрастающему поколению. Предложены современные спортивные досуговые зоны на территории речпорта, светящиеся велодорожки, велостанции, всесезонная горка в парке «Новый город», квантодром, креативная зона у модельной библиотеки и граффити-фест. Прокировщики, представившие свои работы во втором блоке «Город, где хочется жить», отразили пожелания и молодых волжан, и жителей постарше. В рамках реализации этих проектов планируется интересное решение обустройства парка «Комсомольский» и создание молодежного дворика у Центра «Октябрь», организация народной теплицы и Серафимова сада около храма Серафима Саровского. Появление музыкальных и танцевальных площадок были представлены также различные идеи по озеленению городских территорий. И, конечно же, без вот этих вот вовлеченных ярких волжан мы не сможем дальше развивать город, потому что именно вот то, что они делают, это на самом деле и есть заявка волжан на комфортный, удобный, счастливый город. Всем огромное спасибо за это. И еще раз с днем рождения, Федора Георгиевича, Логинова. По итогам презентации все 25 проектов одобрены присутствующими экспертами. Они будут предложены к реализации в рамках программ и конкурсов по благоустройству, в том числе и в рамках программы по инициативному бюджетированию. На этой неделе в Волгоградской области проходил седьмой региональный чемпионат «Молодые профессионалы». 14 февраля соревнования по стандартам WorldSkills Russia одновременно стартовали по 64 компетенциям. Сразу три площадки организовали на базе Камышинского политехнического колледжа, который в конкурсе профессионального мастерства участвует с 2014 года. Я поздравляю вас с этим чемпионатом. То, что он проходит на базе нашего колледжа. И у Камышин есть возможность не ездить в Волгоград, а прямо здесь прийти и здесь отсоревноваться. Вот здесь присутствует Алена Альфредовна Шаронова. Это представитель фирмы 1С. В 2017 году, в ноябре, она открывала в свое время основную возрастную площадку, которая сейчас является одним из лидеров Российской Федерации. Для основной возрастной группы, в которой соревнуются участники от 16 до 22 лет, на базе политехнического колледжа организовали площадку по компетенции IT-решения для бизнеса на платформе 1С предприятия 8. Для студента третьего курса КПК Анатолия Логинова участие в чемпионате – это возможность показать свои способности и умения, защитить честь профессии и родного учебного заведения. Мы изучаем 1С предприятия 8 уже 2 года. Мы занимались, проходили все темы, которые нам давал эксперт наш, преподаватель. Много раз прорешивали, но и то же запоминали. Участие в WorldSkills – это серьезный шаг, в котором я могу получить бесценный опыт, который будет играть одну из важных ролей в моем дальнейшем трудоустройстве. Будучи международным некоммерческим движением, сегодня WorldSkills – одно из приоритетных направлений в реализации государственной политики в сфере образования. Организация в Волгоградской области чемпионата «Молодые профессионалы» – часть работы по подготовке востребованных на рынке труда кадров и повышению престижа рабочих профессий. Примечательно, что в этом году политехнический колледж впервые проводил соревнования для юниоров – школьников от 14 до 16 лет. Очень отрадно, что на протяжении последних лет площадка Камышинского политехнического колледжа является вот такой базой для проведения у нас в городе региональных чемпионатов «Молодые профессионалы WorldSkills». Поэтому я от себя лично, от комитета по образованию администрации города хочу поблагодарить администрацию учреждения за такую работу в деле профориентации наших школьников, нашего подрастающего поколения. Но вам, ребята, прежде всего хочу пожелать удачи в испытаниях этих. Пробуйте себя в разных направлениях, не бойтесь трудностей. Самое главное, чтобы эти мероприятия, эти соревнования в дальнейшем вам помогли определиться в своей будущей профессии. Ученик средней школы номер 7 Тимур Корнилов свою будущую профессию хочет связать с разработкой сайтов. Анна Менько из 14-й школы глубоко интересуется веб-дизайном. Знания и умения в сфере информационных технологий ребята получают на профориентационных занятиях, которые для камышинских школьников проводит Политехнический колледж. В нашу школу пришла заявка о том, что в Камышинский политехнический колледж идет набор на курсы. Там был предложен оператор электронно-вычислительных машин именно по направлению веб-дизайна. Меня заинтересовало это направление, и я решила в нем себя попробовать. До этого я также, как и современные подростки, немало интересовалась самими какими-либо компьютерными программами, и было интересно познакомиться именно с веб-дизайном, что это, как оно. В сентябре прошлого года я узнал о том, что можно прийти в Камышинский политехнический колледж. Воспользоваться возможностью я пришел, и нам объяснили, как пользоваться различными программами и создавать, в данном случае, сайты. Это весьма интересно, и я даже смог записаться на участие в этом турнире. Нужно было показать то, что умеешь, и то, чему научился за время обучения здесь. Анна и Тимур стали участниками конкурсов компетенции веб-технологии. Юниоры также соревновались на площадке по компетенции IT-решения для бизнеса на платформе 1С предприятия 8. По той же компетенции на площадке основной возрастной группы свой профессионализм демонстрировали не только студенты КПК, но и гости из Волгоградского социально-педагогического колледжа. Старт чемпионату профессионального мастерства был дан в рамках онлайн-трансляции, к которой присоединились участники всех площадок региона. Одной из них стал и Камышинский индустриально-педагогический колледж, где чемпионат прошел по компетенции электромонтаж. До двух лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю города Волжского, подозреваемому в краже иконы. В полицию обратилась 58-летняя волжанка, сообщив, что неизвестный из принадлежащего ей домовладения совершил хищение иконы. По подозрению в совершении преступления оперативниками уголовного розыска был задержан 35-летний ранее неоднократно судимый сын потерпевшей. В содеянном он сознался, ему грозит очередной тюремный срок. В выходные дни на территории города Волгограда сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей на трезвость. Было выявлено несколько десятков грубых нарушений правил дорожного движения. 10 водителей прошли освидетельствование, 8 отказаясь от всех видов освидетельствования. Все нарушители привлечены к ответственности. За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок до двух лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание. Мошенники обманывают волгоградцев под видом операторов сотовой связи. 70 тысяч рублей было похищено с банковской карты 68-летней пенсионерки из Советского района. Потерпевшая сообщила персональные данные своего банковского счета неизвестной, которая под видом оператора сотовой связи предложила потерпевшей сменить тарифный план. Уважаемые граждане, будьте предельно бдительны при общении с незнакомцами. Ни под каким предлогом не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета и не сообщайте реквизиты ваших банковских карт незнакомцам. Нерка, палтус, тунец, белорымица и еще более 30 видов рыбоблагородных пород. В Волгограде открылся павильон морских деликатесов и край рыбы Камчатская. Рыба холодного и горячего копчения, богатыми микроэлементами и станет не только изюминкой праздничного стола, но и важной составляющей рациона. Огромной популярностью пользуются чавычи. В ней содержатся вещества, повышающие мозговую активность и полезные для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Чавычи мы ее постоянно покупаем. Здесь у нас никогда ее не бывает, а привозят оттуда. В разных видах мы ее покупаем, нам очень нравится. Она полезная. Все-таки морская рыба. Неделю два раза обязательно спортсмену надо есть рыбу, потому что она очень полезна для костей. Для всего полезна очень сильно рыба. Я всегда вот неделю два раза кушаю рыбу. Вот сейчас тоже увидел, советую всем спортсменам, рыбу, ребята, ешьте обязательно. Она зрение, она мозги, кости. Очень-очень полезная. Я посещаю часто. Чавычи мне очень нравятся. Вы довольны от спортсменов? Очень-очень прекрасно. И, кстати, очень качественные товары всегда были. Всегда свежее все. Всю продукцию можно смело замораживать. После разморозки вкус и полезные вещества сохраняются. Не забыли организаторы и о королеве любого праздничного стола. Красный икренового улова. У волгоградцев есть еще несколько дней. С 21 по 26 февраля включительно, чтобы приобрести изысканные деликатесы. Павильон расположен в Доме офицеров по адресу проспект Ленина, 31. Подробный прогноз погоды представляют ООО ВДЦ Медицинский центр. 20 лет безупречной работы, качество и надежность. И сеть ветеринарных клиник и аптек доктора Чулковой. Наша цель – сохранение качества жизни и полное восстановление здоровья каждого пациента. Здоровый питомец и счастливый владелец. Как распознать омикрон? Сдайте ПЦР-тест на новый штамм коронавируса в сети клиник ВДЦ. Результат в день обращения. Ветеринарные услуги любой сложности. Круглосуточно. А также аптека. Здоровье ваших питомцев в наших руках. Сеть ветеринарных клиник и аптек доктора Чулковой. Начала работу лицензированный ветеринарный образовательный центр доктора Чулковой. ООО 999. Выдаем документ установленного образца. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 3. Днем до 8 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова